всем огромный привет добро пожаловать на мой канал у нас питере хорошая погода сегодня плюс тем солнышко светит мать его вот просто сейчас ехала девочка меня перебесила солнце я когда уплавлюсь на таких на таких мыслях я сразу понимаю почему мужчины удивляются на женщин говорят что мы странные создание но это мягко так сказано да потому что он как можно солнце перебесим перебесила меня сейчас ехала вообще она светит солнце низко ноябрь месяц все-таки не лето она низкая и получается светит мне прямо в глаза у меня жена очки для зрения я не могу без них ехать и не не могу потому что плохо вижу да вот солнечные очки у меня есть машине они лежат и чё с них толку не заедешь не знаю что так в очках плохо видно и солнечных плохо видно и что делать я все думал купить себе очки которые будут но вот это стекло до когда солнце попадает она тем темнее становится на такие специальные очки думаю бросить их пофиг уже как они будут выглядеть буду машине ну как бы хорошая мысля приходит опасля как говорят вот про поводу меня спрашивать сейчас я вам покажу вот она помада вот это которая сейчас нам нет но имейте ввиду у меня сейчас кожа загорелая до относительно сгорела и не скажешь прямо сильно но все же загорела и вот эта помада смотрится вот так когда кожа светлее то она более тем темнее выглядит вот такая стала удар жидко очень мне нравится помада от фаберлик кстати тоже неплохие не сушит губы но я их мало носила просто потому что мне хочется что-то такое коричневое последнее время и соответственно из коричневого стойкого и что не сушит губы у меня только я стала удар поэтому я ее и наношу фаберлик закажу что им такое коричневая бежевенькая и я думаю что будет супер вот оттенок у меня 101 кстати вот но если у вас кожа светлая берите что-нибудь посветлее что этим прикольно мне нравится не сушит губы если что не сильно долго держится очень приятно на губах то есть ужин уже не переживет то есть за позавтракать можете пообедать там какой-то перекус и все и надо подкрашивать но ее можно наслаивать она не скатывается не смазывается чем прикольно помада мне нравится я приехала сейчас магазин fix price пойду сейчас вот вообще сегодня не хотела никуда ехать погода хорошая я жив перед отпуском покупала вот эти побелку для деревьев хотелось сейчас побелить у нас все были дожди дожди а в дождь смысла нет вообще белить деревья да и я думала надо побелить деревья вот а потом вспомнила что у нас же последнюю неделю без qr-кода в санкт-петербурге поэтому хотя фикс прайс там товары первой необходимости на будет работать нет выпрямила волосы и натяжком мне это не помогает обычно ну выйти красивый надо там как пойдет да уже вот что так вот решила думаю поеду лучше я все равно меня до в мясной магазин потому что надо сыр купить хочу купить курицу куриную грудку сделать детям вот потому что ничего вот и соответственно колбаску сыр там надо купить вот и думаю зайду лучше фикс праздник вот а на следующей неделе как раз посмотрела вроде тоже погода неплохая будет не будет сильно много дождей думаю я повелю как раз ведут эти qr-коды и я рука устала думаю и я как раз все передела мне еще надо детскую гардеробную разобрать потому что я мы как приехали я постирала погладила вещи просто их вот так побросала туда и все ничего не стало с ними делать надо разобрать надо что еще нужно сделать много таких дел подумал от нас очень деле как раз буду все переделывать просто буду ездить забирать сына максимум там за продуктами заходите все вот поэтому сейчас пойду мне там пеленки говорили что для для собак пеленки то можно купить посмотрю если есть куплю вот что-то еще хотел сказать черная пятница напишите очень покупать или нет по поводу парфюмерии я посмотрела нет скидок на то что я хотела нет скидок вообще думаю ну может быть к новому году не знаю посмотрим наверно ничего не буду заказывать пока что посмотрим после черной пятницы еще бывает продолжаются скидки продолжение вот тогда уже хороший я в эту черную пятницу хотел купить себе сапоги на зиму такие прикольные из натуральной кожи их полная цена ну на моде полная цена 15000 я когда их увидела они стоили 11 там 10 хвостиком считать 11 сейчас перед черной пятницей они так и остались 15000 но скидок нет на эти спать потому что не зимний чем посмотрел на ламоде в основном в основном что такие летние там осенние вещи распродают а такое ничего интересного нет а уже устала вот так что ничего наверное я не буду на черную пятницу покупать вот и вообще так что пойду фикс прайс еще хотела там из бытовой химии на рачок не надо вот наверное чем не надо да сказала как всегда вот мы потом мясную лавку и покажу уже покупки так ну что приехала домой давайте покажу мясные покупки но не совсем то еще фрукты купила купила фарш индейки 400 чем-то рублей за килограмм так это куриная грудка купила три штучки детям приготовлю вот эти наггетсы да и что буду делать из фарша не знаю дела ну чтобы уже не заходить туда куриные вот эти наггетсы домашние сделаю из куриной грудки решила куриную грудку взять еще из мяса взяла печень индейки кстати печень индейки мне нравится по вкусу больше чем она что-то среднее между говяжий наверное и куриной печенью но мне нравится больше вот соусе потушить сметанкой хотел кстати сметану купить забыл но мне там остатки еще есть я как раз использую и купила яйца яйцо деревенское вот такое городская область такой какой-то фермерское хозяйство голубь вот продавец сказал что она очень полезно вот такое вот деревенские яйца ну тут упаковка десяток да так купила из колбасок вот эту колбасу любимую которую мои все любят я думала что она белорусская она не дал мне написали она чья тольятти вот самарская область город тольятти вот такая вот она очень вкусная у тебя постоянно беру в ленте такая кстати тоже бывает но редко редко вижу так масло это не вологодская какое-то другое масло я взяла вот такой большой кусок но мы его так едим бона как всегда пьет когда мама снимает ничего не меняется в общем взяла большой кусок на выпечку может какую-нибудь что-нибудь делаю на выходных на что из выпечки так вот такую вечерку дела мужу моему очень нравится не помню как она называется не важно и сыр вот этот сыр который я сказала что он тоже белорусские девочки я перепутала это не белорусский это азербайджанский да азербайджанский сыр вроде бы азербайджанский короче забыла пока ехала но по-моему то ли азербайджанский или армения в общем не помню по-моему азербайджанский все таки очень вкусный нам понравился вообще обалденный так и купила мандарины мандарины по 300 рублей вот такие большие мы одну мандаринку сыном съели в машине вот хурму купила по 170 рублей не за хорошего нет вроде такая мягенькая и я еще взяла вот такое печенье тоже беру брала джуси овсяное печенье она кстати очень вкусно вот тут тоже немножко взяла сейчас девчуль моим девчуля моим дам немножко печенки и немножко этого фарша печенку когда буду ее делать да сейчас немножко фарша носятся у меня уже невозможно попозже сейчас дам шулья фанушка где-то бегает так вот теперь давайте фикс прайс тут у меня он помощник есть который помогает впервые зайдя фикс прайс мне очень понравилась посуда вот именно вот то что я приобрела я взяла правда две штуки но мне наверно больше не надо нас правда четверо вот но я думаю что мне больше не надо это вот такая миска еще из чашечки вот такого плана это у меня от елочных украшений сыпется фан нашли место где играть а нашли место до нашли смотрите невозможно вот чашечки есть еще вот такой же расцветки но они маленькие у нас маленькие никто не любит мы любим большое я так вообще люблю найти налил себе чай на целый день не полуветровую надо чашку в общем вот такие вот вот это китчен вообще хорошая марка посуды вот поэтому я себе взяла вот такую в общем вот такие две миски и вот такая плоская тарелка все этот плоскую тарелку можно использовать как такой некий поднос то есть поставил на стол и сюда что-то еще поставил чтобы это все не раз но было в одном месте да вот в общем я взяла две штуки вот так вот она выглядит сзади смотрите что творится я фан иди отсюда невозможно с вами жить вот но очень симпатичные мне прям очень понравились но они такие керамика прям такие увесистые я люблю такую посуду прям увесистую мне кажется симпатичный вот прикольно знаете сюда бульон а сюда там какой-нибудь хлебушек сухарики там что-то такое до класть ночью взяла 2 больше все равно не утащила и больше наверно мне не надо посмотрим в общем понравились очень взяла по ценам я сейчас чек попробую найти вам потом покажу так это не отсюда это просто валяется взяла вот такую шкатулочку вот она мне надо наверное надо я думаю что да да вот такая шкатулочка я хочу ее использовать у себя вот в гардеробной я снимаю украшение иногда их сваливаю в кучу чтобы они сваливались вот сюда и вот такой вот еще что это такое на такое на роже у всех есть кроме меня это декоративная декоративный поднос ну тоже приспособлю даже можно поставить и свечки например красиво поставить на по-новогоднему как-то украсить и на столе поставили да скоро же новый год уже везде продается все новогоднее фикс прайс конечно же не исключение но хорошие в этом году хорошие вот эти вот для декора мне очень понравились смотрите какие штуки я купила смотрите какие они симпатичны очень прикольно сделаны и сзади они идут вот с такими штучками то есть можно и на елочку и можно просто в качестве декора вот так что но я пока распаковывать не буду будет у меня подготовка к новому году скажем так их то есть одно с красненькой гранатом да это гранат а второй вот такой с беленьким очень симпатично мне очень понравились они прикольно сделано очень классно вот и взяла две последние вот такие вот ветки единственно что у меня в пакете отвалилась вот такая вот одна штука ну ладно вот посмотрю откуда отвалилась наверно вот а нет это просто нитка какая-то в общем тоже она огнется вот эта вот штучка видите то есть она на проволоке шишечки красивая вот такой красивый бантик единство что бантик здесь немножко распускается вот здесь вот но его можно поджечь но немножко все это сыпется конечно все это весь этот декор также красиво какой-то веночек можно сделать на стол или что-нибудь в этом духе до распрямить очень симпатично эти ветки и там продается такие маленькие еще елочки тоже очень симпатичные я тоже прям советую но этот из бытового всякого взяла вот этот клин мульти блеск стекло пластик дерево керамика кожа то есть это для чистки всего я люблю такие универсальные вещи для этого я использовала видите здесь даже можно компьютерные экраны мониторы в общем до уборки взяла я использовал для раньше средства для стекол и зеркал от faberlic но решила вот это вот попробовать клин за две штучки один у меня будет на первом этаже один на втором этаже вот так что будут две мульти блеск какой-то также взяла ватные палочки и ватные диски две штучки там две по моему за 55 рублей что-то такое и взяла я кстати в экспрессе очень люблю часто покупаю различные резинки они прикольные они здесь без вот этих стыков металлических да просто вот такие тугие правда тоненькие но когда тоненькие я могу чтобы хвост сделать взять например две или три сразу и завязать и тогда мне будет тупо но они тугие прикольные они у меня в основном теряются я бы взяла все черные мне от розовые вообще не нужны все черные но чисто черных не было поэтому взяла видите здесь аж 70 штук мне нужно надолго хватить вот и вот такую корзиночку взяла маленькую беленькую вот эту корзиночку я хочу использовать всякие сюда ну там для чистки ушей для животных вот всякие такие то чем я пользуюсь и в том числе вот такой вот вот этот вот в общем одну вот это вот упаковку ватных дисков я купила как раз таки для собаки уши протирать ну и сюда вот эти все лосьончики и вот все вот это вот сюда и сложу чтобы так достал и сразу для глаз для ночью вы поняли да вот так что вот такие вот у меня были покупки фикс прайс если найду сейчас покажу вам чек но вот это согласитесь прикольный и вот эти вот тоже очень симпатичные мне понравились чашки вот эти очень классные очень крутые мне понравились не знаю правда можно ли их мыть в посудомойке но я попробую вот так что сейчас если найду чек девочек сейчас покажу также хочу ответить на вопрос девушка мне задавала вопрос под одним из видео вот про этот цветок на фоне которого я сижу часто вот что это за цветок это настоящий цветок вот он у меня тут земельки живет вот там земелька вот муж для него сделал вот такую лесенку он тут у меня обматывается вот я вот тут помогаем у периодически это да такая ли она единственно что мне кажется мне надо ее пересадить то что у меня в этом горшке уже очень давно сидит вот этому цветку на самом деле я тут вспоминала ему больше 10 лет даже еще больше на роли 12 может 13 мне кажется я его в общем покупала у меня не было еще детей я даже беременной не было вот и мне кажется даже замужем не было было такое время когда-то вот шутю конечно девушки нет на самом деле ему очень много лет и он у меня вот такой да пушистый единственное что когда мы переезжали сюда то есть получается 6 лет тому назад он у меня вообще я думала погибнет потому что переезд он как-то плохо перри пережил у меня вот но потом не знаю вот очухался стал вот таким вот вот он тут плетется и плетется все вокруг этой лестнице ну может такой просто из дерева ему только сделал такое вот вот так полетается плетается так что это живой вот это живая живая ли она не за как она называется знаю что это ли она какая-то там вот ну кто знает напишите как называется здесь это орхидея моя 1 вот тоже мне что все не очень вот и вот такая орхидея а это искусственный цветок да просто у меня там большая такая ваза стоит я всунула такой мне уголочек вот тут у меня всякие вот подкормки для цветов всякие разные такие я в обе все это в основном покупаю сейчас же все закроют и уже в обе не буду покупать для срезанных цветов опрыскивать водичка в общем все у меня тут уголочек такой цветной меня вот и вот ли она нам не очень нравится она принципе неприхотливая главное поливать периодически подкармливать вот но ведь она в основном туда на солнышко тут не очень солнечная сторона для этом солнечно но надо будет пересадить но может быть весной пересажу посмотрим вот так что да это живой меня цветочек еще я получила посылку свою сайта фарма косметика обещала вам показывать что заказывала но на черную пятницу там таких прямо интересных скидок прямо вот интересных лично для меня не было ну ладно вот в общем покажу давайте видите все хорошо запаковано я сейчас открыла вот заказала я снова вот этот вот бальзам я брала с собой в отпуск другой шампунь и вот этот бальзам и он у меня ну полностью общем закончился шампунь еще есть и соответственно я докупила снова бальзам потому что мне очень понравилось вот это вот вариант ссылочку я вам оставлю у меня шампунь бальзам и такое средство в общем такое жидкое для я показывала в каком-то из видео для длинных волос вот это вот линейка очень мне нравится девочки очень прям вот вот вообще очень нравится вот поэтому повторила я думаю что потом и шампунь повторю в общем много всего вот и еще заказала вот такую маску попробовать вот прям большая видите банка 500 миллилитров а вот эта маска она уже идет для восстановления поврежденных волос впервые буду пробовать вот но попробую потом расскажу вообще я все время заказываю там просто я обычно знаете заказала думаю ну я это попробую потом вам расскажу и в итоге вот так получается это пробничек мне положили в подарок это что у нас такое тут ночной крем концентрат с spf 50 прикольно это не ночной крем концентрат девочки со спф 50 ночные крем они делают это наверное дневной крем но я общем тут переведу посмотрю что это за крем но он дэй дэй крем дневной крем да правильно же я перевожу но в общем вообще наклеечку нету наклеили неважно я попробую дермик вот эта марка меня тоже было что-то из пробников мне принципе понравилось неплохо еще заказала вот такую умывалку это пенка для умывания сиздерма вот это вот я себе вот предыдущие заказы которые я вам не показывала непонятно почему я заказала себе крем сыворотку и что-то еще вот этой марки заказала еще умывалку в общем я начну пользоваться попользуюсь но нужно время до чтобы понять вообще нравится или нет потому что но когда я вот так вот открываю покупая первые два-три раза мне все нравится всегда а потом уже начинается здесь минус там минус ночью такое сюда вот соответственно я протестирую и попробую крем пенка для умывания вот что-то на этикетке в общем потом ссылку вам конечно же оставлю вот но очень вот на эту марку очень много крутых отзывов вот но у меня и другая марка была лишь не помню скин кот как-то так она называлась тоже были хорошие отзывы но мне не понравилось я привереда поэтому чем попробовать это потом расскажу вот это тоже попробую расскажу а вот шампунь и бальзам от лореаль вот именно вот это вот там вот такая линейка до разных для разных типов волос есть я очень советую очень круто прям вообще работает просто на все сто процентов мне очень нравится вот так что вот такой вот у меня был заказ на фарма косметики я очень кстати извиняюсь чек фикс прайс я куда-то потеряла или мне на кассе вы не дали мне почему-то кажется что на кассе вы не дали вот но тут наша молодежь наигралась набегалась наелась и теперь немножечко дремлет да не только играет но иногда и спят вот так вот вместе причем спят вместе вместе со мной муж там где-то в сторонке еще и каспа приходят поэтому да вообще красота у нас в общем наши красавцы вот но я на сегодня буду с вами прощаться я надеюсь вам понравилось такое видео но было для вас полезным интересным не забывайте подписываться на мой канал всех люблю целую до новых встреч